Приветствуем на канале Агробук. С нами на связи президент Агрихудспретиджес Альберт Давлеев. Здравствуйте, Альберт. Добрый день, Нинка. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы говорим о перспективных нишах для фирмерских хозяйств в птицеводстве. И прежде всего, Альберт, хотелось бы услышать, как бы вы охарактеризовали текущее состояние отрасли. Росстат зафиксировал сокращение производства мяса в январе. Какие факторы влияют на это и насколько длительным может быть этот процесс? Да, ситуация, на удивление, сложная. Мы давно не входили в такой период, когда целая совокупность факторов резко обрушила не только экономику птицеводских хозяйств, причем как крупных, так и средних, так и малых, в числе и фермерских, но и физически подорвала отрасль значительным сокращением поголовья. Безусловно, такие ситуации были и раньше, но в таком резком масштабе, который нарастал примерно с октября, с ноября прошлого года и продолжается и, скорее всего, будет продолжаться до конца апреля, мы сталкиваемся впервые. И, безусловно, мы понимаем, что основным фактором, который повлиял на этот негативный тренд, стало резкое удорожание кормов, небывалое удорожание стоимости зерновых ингредиентов. Ну, как бы, средняя составляющая по цене комбикорма для соборства, которое регистрируется в России на протяжении 2014-2019 годов, показывала индикатор примерно в 14-915 тысяч рублей, но в этом году мы видим сегодня от 20 до 21 тысяч рублей на килограмм комбикорма. То есть, фактически, как минимум на 30-35% только себестоимость по зерну ушла вверх. Если мы говорим про остальные составляющие, то, конечно, во всех параметрах, начиная от перинарных препаратов, кормовых добавок и заканчивая горюче-смазочными материалами, оборудованием, мы видим сильное влияние, во-первых, эвалюации рубля, а во-вторых, сокращение предложения. И, особенно, конечно, это сказалось на инкубационном яйце, от которого и фермерский рынок очень сильно зависит. Самое интересное, что в наибольшей степени пострадали, на самом деле, крупные компании, у которых были, собственно, родительские стада. В результате нарастания тяжести инфекции низкопатогенного гриппа птицы практически по всей России от Сибири до центральных регионов у нас резко сократилась продуктивность несушек. У нас сократилось и количество их, да, потому что все-таки повышенный падеж на коммерческих стадах и на родительских стадах тоже замечается. Таким образом, количество инкубационного яйца явно было недостаточно для воспроизведения собственных нужд. Ну, а помимо этого, ограничения, введенные разными странами и Росельхознадзором на импорт продукции племенной, в частности, прежде всего инкубационного яйца и потом уже родительских форм, безусловно, оказалось на том, что скомпенсировать эту потерю мы фактически на российском рынке не смогли. Это привело к резкому и небывалому удорожению стекулятивных уровней яйца инкубационного при поставках из Европы, особенно после закрытия Голландии, когда часть поставщиков на вот этой волне повышенного спроса из России, тех стран, которые были разрешены для экспорта, начали поднимать ее буквально каждую неделю и по отдельным позициям, скажем, на сегодняшний день есть предложение в твое превышающий уровень сентября прошлого года. Это не может не сказываться, безусловно, на выполнении планов. Соответственно, у производителя резко сокращается, у любого производителя, денежный поток, который гарантирует его бизнес. Как только у тебя становится меньше мяса, соответственно, ты меньше получаешь денег от его реализации. Ты можешь закупить меньше кормов или же других ингредиентов, ветеринарных препаратов, либо ты вынужден покупать их по гораздо более низким предлагаемым качествам. То есть, соответственно, качество также будет сказываться на эффективности твоих закупок. И получается, что ты опять же будешь дальше на втором цикле терять еще больше мяса. Таким образом, ты попадаешь не в круг, а в спираль, которая сужается и склопывает денежный поток, не позволяя компании поддерживать свой бизнес на должном уровне. Таким образом, предательность уходит ниже нуля, средств для восстановления воспроизводства не остается. И эта картина, еще раз повторю, она характерна практически для всех предприятий, независимо от их размера. За исключением вертикально интегрированных комплексов. И вот здесь очень интересный момент, который касается интересной исторической дискуссии о том, выживут ли фермеры, какие перспективы у фермерства, когда в принципе рынком управляют десяток, может быть, полтора десятка, три-пять крупнейших компаний. Да, действительно, во всем мире, не только в России, во всем мире идет глобальная, наблюдается глобальная тенденция концентрации производства. Монополизация производства крупными компаниями. И это происходит, прежде всего, на основании вертикальной интеграции. То есть, выстраивание цепочки стоимости от первоначального сырья до конечной реализации продукции практически на розничном уровне. Ну, возьмем, к примеру, какой-нибудь крупный российский полный, не буду называть, у нас их несколько, у которых есть собственная земля сотни гектаров, сотни тысяч гектаров, простите, да, у кого-то десятки, но в основном это сотни тысяч гектаров земли, у которых выращивается собственное зерно, которое не продается по мировым ценам на экспорт, но остается внутри по себестоимости. Безусловно, он тоже много стоит, но, как правило, в среднем себестоимость собственно произведенного зерна составляет на 30-35% дешевле, чем рыночный рецент. Это в среднем. Вот по состоянию на 2018, 2019, 2020 год мы проводим такой анализ. То есть, смотрите, уже 30-35% в зерне люди сэкономили. Дальше идет, собственно, кормопроизводство. Безусловно, все равно приходится покупать, но при этом есть технологии, которые позволяют и на определенном этапе переработки сэкономить деньги. Ну, например, если ты выращиваешь подсолнечник, подсолнечник, то ты можешь отжимать масло, и у тебя получаются и широты масла. То есть, ты не идешь на рынок, опять же, за этими продуктами. И добавляя патрунтику и широты, ты частично замещаешь, частично, я расскажу. То тоже идет экономия. Далее, после того, как Миркалин Колдинг выкупил или же построил родительские стада, фактически он самодостаточен по инкубационному лицу. Это еще больше экономии. Откорм примерно у всех одинаковый, но за счет объема расхода на обслуживание, одной головы, в основном, в разы меньше. То же самое происходит и с убой. Для того, чтобы на одной площади разместить линию в 2 или 3 тысячи голов в час убой, или же 12 тысяч голов в час, в принципе, разница только в камере охлаждения. В остальном, в принципе, площадь этого завода и затраты на оборудование, они, в принципе, сопоставимы. Но при этом, конечно, идет большая экономия. Большая экономия на все. Опять же, в расчете на убитую голову или килограмм готовой продукции. И вот тут дальше самое интересное, что у крупных компаний есть собственные отделы продаж, собственные склады, распределительные центры, собственный флот, будем говорить, парк грузоперевозок. А у многих компаний есть собственные торговые точки, в которых, фактически, ты, не завися от розничных сетей, хотя, конечно, значительные продукции через розничные сети, у тебя практически происходит конвертация живого бройлера через убой в деньги, ну, практически у себя же на своей же территории. Ну, это, конечно, характерно в основном для региональных холдингов, у которых есть возможность развивать собственные торговые точки, помимо продаж в сети. Таким образом, вот этот вот блок, который тебе концентрирует разные переделы, позволяет сохранить огромное количество маржи на каждом из этих переделов. И поэтому у этих компаний, безусловно, больше ресурсов, чем у мелких компаний, вынужденных покупать часть недоставительных элементов на рынке. И тем более, чем у фермеров. Вот вопрос, фермерс, как себя видеть в этом фоне? Вы знаете, у любого явления есть плохая и хорошая сторона. Поэтому крупное промышленное производство уже начинает вызывать вопросы. Вызывать вопросы не только у потребителей, которые начинают меньше доверять крупным производителям, но и у органов, которые регулируют эту деятельность. То есть, в частности, крупные компании зачастую увеличивают плотность посадок для увеличения выхода. Вы сами понимаете, да, или сокращают до 40 стандартных продуктов. То есть, мы понимаем, что это приводит к увеличению нагрузки на биобезопасность, на здоровье животных, соответственно, увеличивается применение различного рода витебинарных препаратов, что тоже не очень хорошо для конечного продукта. В этом отношении фермер, конечно, тоже зависит от количества птицы на квадратном метре, но в меньшей степени. У него нет жестких, может быть, это тоже хорошо или плохо, нет очень жестких результатов, которые нужно любой ценой выполнять, особенно по недостатку товаров, за что тебя штрафуют. Поэтому фермер чуточку более свободен, с одной стороны, от гнета этих факторов, необходимости выдать столько-то килограммов на горах. Но, с другой стороны, конечно, у больших недостатков для фермера, у него нет стабильных и больших каналов реализации большого объема продукции. То есть, происходит определенный разрыв между фермерским рынком и крупным сетевым блоком, который работает в связке с крупными компаниями. Вот, к сожалению, у нас пока еще на региональном уровне местные сети, не федеральные, а местные сети, не выстроили взаимоотношения с, или совсем не знаю, даже сети, да, какие-то крупные сети, может быть, это будут мелкие сети, не выстроили отношения с фермерами, у которых нет возможности ежедневно поставлять одинаковое количество одинаковой продукции, да, в силу того, что объемы производства не такие большие. И даже на мелких птицефабриках, например, убой происходит не каждый день, да, а, скажем, 2-3 дня в неделю из-за того, что они бьют птичьих, да, ты не можешь забить 3 птичьих или половину. Или если ты забьешь, то стресс у птицы приведет к высокой отборковке поголовья. И получается, что у фермеров, в принципе, есть ниша, которая, к сожалению, очень медленно развивается, но к этому все идет, да, то есть это та самая фермерская курица, о которой говорят, которая пока звучит странно, потому что на нее смотрят исключительно как на продукцию, представленную на рынках или базарах, на колхозных рынках или базарах, или продуктовых рынках нового образца, да, это охлажденные тушки, возникает небольшой сегмент, опять же, при крупных городах доставки через интернет, да, то есть тот же самый случай лавка-лавка, когда, в принципе, фермер может заключить договор о поставках через эту систему, и операторы системы накидывают свою наценку, как правило, она равняется стоимости самого продукта. Это отпугивающая, это отпугивающая практика, потому что цена становится, ну, неподъемной. Есть фермеры, которые напрямую через интернет предлагают свою продукцию, очень много таких, я знаком с некоторыми из них, у них довольно серьезная сеть клиентуры, на сегодняшний день у них не хватает продукции, они пока не знают, насколько они готовы расширяться. У многих из них очень хороший маркетинг, поэтому, еще раз скажу, у нас есть разрыв между возможностью поставок в системные продажи и есть возможность, грубо говоря, самоопределения, да, то есть, когда человек берет ввозжи в свои руки управления продажами своими, да, выстраивает цепочку, ищет потенциально заинтересованных клиентов как на частном, на частном уровне, так и на уровне каких-то специализированных магазинов или служб доставок. Очень интересная ситуация сложилась в Москве. В Москве, как вы знаете, там еще 10-15 лет назад уничтожили все оптовые рынки, затем взялись за колхозный рынок, у нас фактически в столице не осталось точек продаж фермерских продуктов, там 4-5, но они становятся настолько заоблачно дорогими, эксклюзивными, что они потеряли тот вкус вот обычного колхозного рынка, который до сих пор во многих городах еще остался. То есть, фактически, тот сегмент, куда фермер мог бы привезти свою птицу. Но интересно, что происходит. В той же самой Москве есть так называемые рынки выходного дня, нестационарные, под которые выделяются определенные площади на крупных площадках, простите, площадках, в точках максимальной концентрации людей, в частности, это спальные районы, например, у меня небольшой спальный район, по меркам Москвы, наверное, 150-180 тысяч человек, небольшой пыточок есть перед Большим кинотеатром, и вот там с пятницы по воскресенье проходит фермерский рынок, или колхозный, или овощной, как это называют. На основании электронных заявлений туда приезжают фермеры или же представители фермеров, коммерсанты, которые собирают у фермеров продукцию, и продают ее на обычных тентах-навесах. И вы знаете, когда в зимнее время эти рынки останавливаются, по объективным причинам очень холодно, это происходит где-то в течение двух месяцев, середина декабря по начало апреля, то эти же самые фермеры, которые там торгуют, каждую субботу и воскресенье приезжают на своих машинах, к своим верным покупателям, и привозят продукцию любую, начиная от овощей, которые они запасли на зиму, до птицы, до холодца, до каких-то копченостей, которые они делают либо сами, либо делают их соседи. И вот один такой агрегатор набивает себе машину уже собранными заказами по телефону, привозят и люди просто, я тоже пользуюсь такой службой, у меня есть там личные фермеры из Томбовской области. Я прихожу, я знаю, что в одного я возьму одно, второе, третье, четвертое, пятное. То есть есть каналы, да, действительно, они очень скромные, они маленькие. Мы говорим про фермеры, но тоже разные бывают. Вот посмотрите фермеры на юге России, возьмите Дагестан, возьмите Ингушетию, Карачево-Черкесию, особенно в Дагестане большое, огромное количество фермерской птицы. Фермерский сектор составляет 60% от всего производства промышленных производителей. Они есть, но в общем объеме производства, в основном, поголовье у местных фермеров. И там это практически полуиндустриальная сфера на сегодняшний день производства. Потому что много, большое количество птиц забивается как халяль. Для этого нужно ее просто вырастить живой, и либо сам хозяин, потом покупатель это делает, либо прием это все разделывает. Это особенность, даже и национальная, и не религиозная, такая вот уже традиция. И фермеры могут содержать до 40, до 60 тысяч голов птицы. Ну, простите, это очень большой объем. И очень много дискуссий происходит о том, насколько такого рода фермерство не считается промышленным производством. Я к чему хочу сказать. Каналы реализации – это самое главное, что сдерживает сегодня фермер. Потому что, в принципе, кроссы известны. Программы кормления, вакцинации более или менее освоены. У нас два основных кросса – КОП 500 и РОС 308, но был еще и Хаббард. Как самые продуктивные с точки зрения броуэля птицеводства. Они уже известны давно. Они уже освоены фермерами любого класса. Если мы говорим про яичную курицу, то здесь выбор гораздо больше. Тут есть отечественные кроссы, тут есть и импортные кроссы. У нас выстроена целая система поставки инкуляционного яйца и однодневных птенцов. Причем с самого большого спектра. От Ростовской области до Дальнего Востока. И вот это интересный момент. Здесь есть очень хороший момент и очень настораживающий момент. Хороший момент заключается в том, что действительно этот сегмент растет. Особенно во время пандемии мы заметили значительное увеличение импорта инкубационного яйца, индейок, уток, прежде всего, да, в меньшей степени бройлеров и несушек, именно импорта из европейских стран для продажи и перепродажи по системе поставок в, скажем, в Сибирский регион, в Уральский регион, где местные жители посадили гораздо больше птиц. И количество операторов этого рынка тоже очень сильно увеличилось. Если раньше таких компаний было 3-4, то сейчас их там десятки. Более того, они уже начинают сегментировать цепочку поставок. Кто-то просто привозит, импортирует, а кто-то потом довозит это и развозит по конечным точкам. Так вот, это хорошо. То есть я вообще считаю, что это правильно, потому что альтернатива к правильному птицефабрику должна быть. Я работаю консультантом по агрополитике ФАУ, еще помимо основной своей работы и работы на двух птицефабриках в качестве независимого члена совета директоров. Так вот, ФАУ есть принцип. Это Всемирная организация по продовольствию. Принцип инклюзивности. То есть, и это основной принцип. То есть задачей ФАУ является не только накормить людей или способствовать доступности продовольствия, но еще и вовлечь в процесс производства продовольствия максимальное количество людей, и особенно тех, которые живут на земле, и которые должны сами себя питать и питать соседей. И это именно тот сегмент, про который мы говорим. Это фермеры. И именно фермеры являются целью на сегодняшний день многих инициатив, которые в рамках этой инклюзивной стратегии проводят и Минсельхоз. Да, очень много дискуссий идет о том, концентрируется Минсельхоз на крупных предприятиях или же наоборот. Не концентрируется, а проводит какую-то свою политику, но в любом случае идут упреки в адрес Минсельхоза о том, что он не делает ничего для фермеров. Мы встречаемся с Ассоциацией крестьянских хозяйств и фермерских хозяйств. У нас очень много дискуссий идет по государственным программам, но, честно говоря, до последнего момента, а последним моментом, я считаю, 2020 год, дискуссия была в тупиковом. До тех пор, пока, например, Росельхозбанк не начал проводить программу школы молодого фермера. Да, и сегодня огромное количество таких спотовых проектов, уже по всей России несколько тысяч пошло. Я, тем, кто не знаком, я не делаю рекламу, поверьте мне, я независимый аналитик рынка, я задействовал во многих областях, но я вижу хорошее, я вижу плохое. Поэтому я считаю, что это очень хороший инструмент, как для Минсельхоза, так и для Росельхозбанка, но прежде всего для фермера, который отчаялся получить, скажем, субсидию от местного правительства, от Минсельхоза в рамках государственной поддержки, которая выделяется. По крайней мере, можно получить знания. Или же получить знания, как получить кредит правильный. Так вот, это хорошая сторона. То есть все-таки, мне кажется, запустились механизмы не просто дискуссии, а механизмы реализации потенциала фермерства. Я почему об этом говорю? Дело в том, что у нас, в отличие от России, в отличие от других стран, огромный провал. То есть это просто катастрофически другая система измерений. Вот возьмите птицеводство, к примеру. Я не специалист в растеневодстве, могу сразу сказать, или в обработке все равно. Я больше связан с птицеводством, животноводством, в частности молочным животноводством и производством разных видов птицы тоже. Так вот, я могу сказать, что во всех странах мира, за исключением России, весь откорм на фермерах. То есть у нас во всем мире существует контрактная система выращивания откормов. И фактически даже фермеры, ну, к примеру, в Бразилии, если они не собираются заниматься сами, то они сдают в аренду другим фермерам, которые консолидируют несколько участков земли, что позволяет им распахивать землю под зерновые, содержать скот, содержать выпасы. Строить на отдельных территориях птичники, к примеру, или свинорамки, да, для того, чтобы выращивать по контракту с крупными мясопереработчиками живот. То есть мясопереработчик дает фермеру возможность на тендере получить право на откорм. Более того, такое право, закрепленное на несколько лет, позволяет фермеру получить кредит для строительства фермы новой. С этой новой фермы, если она соответствует требованиям заказчика, он сдает ее фактически в аренду перерабатывающего комплексу, но тот не арендует, он просто сажает туда либо птицу, либо свинину. И при условии достижения определенных производных параметров, сдавая этот скот или птицу новой, фермер получает свою, я бы сказал, зарплату, да, или свой заработок пропорционально тому, что он делает. Более того, компания дает ему не только животных, она дает ему полный комплекс ветеринарного обслуживания, вместе с ветеринаром, и дает ему все карманы. Таким образом, фактически, действительно, происходит аренда помещения, да, ну плюс еще надзор со стороны фермера. И вот так работают все компании в США, в Бразилии, в Дриланде, в огромном количестве стран, ну, за редким исключением каких-то отдельных компаний, которые все-таки берут на себя откорм. Так вот, фермер, вот почему фермер там силен, потому что у него есть своя земля, он может на этой земле разместить то, что он хочет, то, что он видит наиболее рентабельно. Он может заключить долгосрочные контракты, да, фактически он отвечает, конечно, за стадо, но фактически он не вынужден его покупать и сдавать. То есть, денежный оборот ему не нужен такой, понимаете? Вот, и в этом, конечно, очень большая сила. Возможно ли у нас такие проекты? Да, смотрите, вот как раз я к этому и веду. Первая попытка оценить возможность реализации таких проектов была сделана в 99-м, 2000-м году. Я в нее участвовал, мы делали ее с Мировым банком. Изучили огромное количество хозяйств, фермерских хозяйств, промышленных хозяйств, встречались с губернаторами, с министерствами сельского хозяйства. Ну, тогда еще был такой сложный период, сельское хозяйство было на подъеме. Но в любом случае, за 20 лет фактически ничего не изменилось. Объясню, почему. То есть, выводы были какие? Это в России нереально до тех пор, пока не будет изменена запрендательная база, которая регулирует земельные отношения, во-первых. Во-вторых, юридические отношения между фермером и заемщиком, фермером как заемщиком средств у банка, пока не будет снижена кредитная ставка для фермера, для того, чтобы он мог реализовать программы по строительству. Потому что, извините, под 17-18% годовых срок окупаемости это будет под 100 лет. В то время как промышленные предприятия на сегодняшний день, и крупные холдовики могут получить этот кредит за 4-6%. Вот какая дискриминация. Второе, это второе. Третье, это отсутствие юридических оснований или же практики юридической для подписания контрактов на откор. Вот тот самый. То есть, где приходит ответственность за вот это поголовье? Кто чем будет его страховать? Как будут проходить выплаты, случаи, ну, к примеру, африканская чума свиней или же там гриб птиц или болезнь Ньюкасла? У вас полегло поголовье? Или краниковозство? Там еще страшнее болезнь. Там за полчаса может все поголовье вынырить. Вот отсутствие юридических механизмов, которые говорят о том, что наша российская юридическая система еще не настолько зрела, или созрела, как это происходило в других странах мира, на построить отношения внутри участников процесса как частных собственников. То есть, именно взаимоотношения между собственностью, между предметом того, о чем идут переговоры, или же что приносит деньги, что является предметом договора. Либо на поставку, либо на строительство, либо на финансирование, либо на реализацию продукции. То есть, вот этот комплекс проблем, он был очерчен, есть это исследование, можно им поделиться, но на удивление, я сейчас его перечитываю, 20 лет спустя ничего не изменится. Поэтому, к большому сожалению, в большинстве случаев эта система не работает. Но есть хорошая новость. Есть хорошая новость. Эта система работает неплохо, кстати, в овцеводстве. Но там, понимаете, там особенность. Что такое овцеводство? Это, в принципе, у нас в России это выпасное. Это пастбищное овцеводство. Берется молодняк, как правило, на сезон от корма, на летний сезон, весенний-осенний сезон, выгоняется в горы. И после того, как скот нагулял мясо, шерсть, жир, он спускается с гор и его забивают. Как правило, сезонная такая вещь. У нас, к сожалению, овцеводства пока еще круглогодичного нет, но только есть первые попытки. Так вот, кто такой чебан? Да, или пастух? Это фермер, по большому счету. Или же есть фермер, который берет несколько отар, ну, несколько стад, назовем его отарами, в разных языках, нанимает пастухов, да, и они, соответственно, выгуливают это. Фактически, на сегодняшний день есть фермы, фермеры, у которых есть маточник, да, то есть маточное поголовье, которое дает ягнят. Вот, а можно, в принципе, брать ягнят на контракте. То есть ты берешь ягненка и обязуешься сдать его, или же покупаешь его, а потом сдаешь сам, либо можно по контракту брать этого ягненка, да, у компании-заказчик, и с обязательством сдать его такого-то, в такой-то промежуток времени, с таким-то примерно весом, да, в соответствии с согласованными критериями. Вот это как раз и есть прообраз той самой контрактной системы, про которую мы говорим во всем мире. И она работает. Более того, я смогу сказать, что эту систему очень активно развивают последние 2-3 года. Развиваются в Тавропольском крае, в Карачаево-Черкесии, в Дагестане, в Краснодарском крае начинают к этому присматриваться. Именно потому, именно потому, что вот работает и пришли туда к промышленной компании. Посмотрите, есть два, говорить про овциоз, туда у нас есть два направления, есть известная компания Мираторг, которая построила фидлоты, то есть оконочный комплекс, это фактически стойловое содержание, стойловое выгодно. А вот компания, группа компании Домоте вошла сначала в Тавропольский край, сейчас, если я не ошибаюсь, в Карачаево-Черкесии, и она подписывает контракт уже сейчас, она построила маточный комплекс, который дает ягнят на откорм, и осенью он уже будет собирать у фермеров на основании уже существующих контрактов скотину лукой. Альберт, а здесь почему не мешают те факторы, о которых вы говорили, земельное законодательство, отсутствие? А потому, что земли согласованы, выпасные и выгульные земли согласованы. А тару не нужно держать в каких-то помещениях. Кормы покупать тоже не нужно, они сами, это же подножный корм. Вот только если ты доращиваешь потом, докармливаешь овцу или барану, да, то есть тоже строятся федлоты, ну, последние там несколько недель ты можешь нарастить мощность, мощно нарастить мышечную массу или выходной вес. Но это уже как раз делает та самая компания, которая дает ягненка на отбор. То есть, капитальных вложений здесь в разы меньше. Рисков здесь тоже меньше. Риски, конечно, существуют в овцеводстве, есть тоже болезни, но они не такие прям вот супер страшные, потому что они, в принципе, контролируются. а естественные причины перелом ноги или же волки в конце концов тоже бывают. Но все равно это то же самое, что у птицы есть естественный отход, опадешь в районе 5% на стаду. Рекомендуемый. То есть, это все жизнь. Но система работает, понимаете? Вот вопрос, насколько эта система может быть перенесена. То есть, были попытки в Татарстане от корма индейок. Они и сейчас есть. В Татарстане, кстати, очень мощный фермерский кусок. Это и гуси, и утки, и индейки. Вот как раз к альтернативным видам. Да, при том, что там два крупнейших производителя, скажем, мяса бройлеров, там все равно есть производители бройлеров. Не буду их называть, все их знают. А вот система от корма индейки, она очень мощная. То есть, есть фермеры, которые 2-3 тысячи голов сделают норму. Вот у них-то как раз и проблема с убоем и без реализации продукции. То есть, от кормить это, в принципе, не проблема. Корма есть, да, это будет дороже, мясо действительно востребовано, но получается, что ты не можешь круглый год держать этих птиц. Как правило, это тот же самый сезон, который совпадает со сезоном от корма всех видов мяса. И осенью, когда ты забиваешь свою индейку, у тебя стоимость ее, конечно, будет ниже, потому что у тебя на это жирная бутылка, говядина, свинина, другие виды птицы. И самое главное, в огромном количестве ты должен забить практически все станок. Альберт, а все-таки по вашим данным, насколько сократилось производство птицы на убои? Ну, вот есть данные Росстата за январь, да, вот по вашим данным, насколько сократилось? Вы знаете, я не могу сказать, что у меня есть антиокративные данные, потому что, честно говоря, собирать данные с предприятий, даже Росстат, очень сложно. Поэтому я доверяю цифрам Росстата, да, они примерно отражают ту ситуацию, которая происходит в птицоводстве, а сетерпением до 10 февраля, я думаю, что они, ну, наверное, завтра будут публикованы, как правило, публикуют с пятницы на субботу, когда мы посмотрим, но по моим ощущениям падение, оно продолжается, падение объемов, не могу сказать, в каком масштабе, я думаю, что он, наверное, будет сопоставим с уровнем января, скорее всего. Вот, ожидаем дальнейшего, ожидаем дальнейшего снижения счета, ну, грубо говоря, смотрите, если мы говорим про 6,4% в январе, то мы обсуждали это с Российским Союзом, они ожидают возможное увеличение на 1-2% в отношении к январю. Возможна стабилизация в апреле, мы же понимаем, что стабилизировать ситуацию быстро, скажем, с птицией очень-очень сложно. То есть, есть определенные временные промежутки, да, есть цикл. То есть, бой происходит с 35-го, будем говорить, с 32-го, конечно, можно, но это все равно выборка. С 35-го по 42-й день, как правило, перекармливает мало кто. Смотрите, 35-42 дня, плюс инкубация яйца 21 день, плюс санразрыв, ну, минимум, там, неделя, да, ну, как правило, дней 10, рекомендуется 14. Вот вам получается от 66 до 77 дней, это для того, чтобы один цикл только запустить. Это при условии, если у тебя достаточно инкубационного яйца. Но инкубационное яйцо, как я уже говорил сейчас, не то, чтобы просто дорогое, оно еще, его еще нужно поискать. Соответственно, выправить ситуацию в общем объеме птицеводства, именно по объемам, удастся, наверное, где-нибудь к июню, даже не к июню, а июле. Почему? Потому что, во-первых, у нас после Пасхи, да, Красная горка, майские праздники, сезоны шашлыков, дачи и так далее. То есть у нас, помимо сокращения предложений, у нас еще будет повышенный спрос, да, более того, у нас как бы свинина тоже не падает в цене, вот свинина тоже пошла вверх. И говорить о том, что потребители курицы могут перейти на свинину, она все равно в полтора раза дороже. Вот, очень сложно. Поэтому мы ожидаем, что спрос на фермерскую курицу, если она будет в достаточном количестве, будет расти. Цена на нее тоже однозначно будет расти. При том, что нас пугают, что за фейк-ньюс будут наказывать, я думаю, что мы в эту категорию не попадем, потому что мы констатируем в любом случае реальный рынок. Что будет происходить дальше? К сожалению, цена на корма снижается не так быстро, как планировалось, после введения экспортных пошлин на зерно. Вот вчера было с электронной совещанием на сельхозе. Мы слышали в регионах, в принципе, падение пшеницы четвертого класса, в среднем берем, в отдельных регионах, с 13 тысяч до 12 тысяч, даже не падение, а снижение. Но это не радикально. Вы видите, 7% это не про что. Вот если бы оно снизилось с 13 до 10, или до 8, или до 9, вот это бы каким-то образом повлияло на стабилизацию вопроса себестоимости производства. И здесь нужно учесть, что, что касается кормов, то наши фермеры покупают те же самые корма по такой же совершенно цене. И, к сожалению, по ним это бьет даже больше, чем по тем вертикальным комплексам, у которых есть собственное зерно, которое, как я говорил, на 30-35% дешевле. Все-таки, да, если анализировать по видам птицы, какие направления более выгодны для фермерских хозяйств? Есть ли смысл сосредотачиваться, как вы сказали, на производстве бройлеров, или же можно идти в альтернативные виды? Это луси, перепелки те же, утки. Инга, очень интересный вопрос. Все зависит от того, где этот фермер находится, да, географически, в каком регионе, какой у него рынок возможной реализации продукции, насколько он денежно обеспечен, какой объем у него производства. Я не могу сказать, что, понимаете, там такие составляющие, которые нужно смотреть в каждом конкретном случае. Я вам сразу скажу, что, скажем, наши агентства, например, не занимаются массовыми продукциями. Мы не делаем каких-либо прогнозов для отрасли. Мы работаем с каждым конкретным клиентом, потому что это неправильно. Это как пошивочное ателье, да, вы, в принципе, можете прийти в магазин и подобрать себе одежду. Но в случае экономики каждого конкретного хозяйства, это вещь очень тонкая. Нужно знать, какой денежный оборот, какие риски у компании. Мы говорим даже про компании, про фермеров тем более. Мы берем каждый конкретный случай и внимательно осматриваемся. Что вокруг? Когда мы видим, что вокруг вот так, мы видим, какие есть возможности, сравнивая потенциал этой компании. Потом уже рекомендуем те или иные вещи. То же самое здесь. Фермер должен внимательно сам или с помощью какого-то другого человека. Или же школа фермер, например, я говорил о РСХБ, да, у них же есть компетенции определенные, которыми они могут делиться. Есть аналогичные инструменты, скажем, в Сбербанке. Я, например, редактировал очень интересный учебник по животноводству для Сбербанка. Там огромная глава по птицевозу. И она касается не только птицевозских предприятий, но и для фермеров тоже. То есть, грубо говоря, там расписаны механизмы, позволяющие, особенно вот маркетинговые механизмы, да. То есть слово такое модное, уже избитое, никто в него не верит, очень много извращений этого слова. То есть, грубо говоря, фермеру нужно определиться, что он видит сегодня, какие он угрозы видит от промышленного производства, которое выставлено на полках. Кто живет в его регионе, если люди с нормальным достатком или с верой, или в неверой промышленного производства, вычленить этот сегмент, предложить ему, может пойти и гусь, может пойти и утка, может пойти перепел, может пойти перепелиное яйцо, может пойти кролик и бройлер, и яйцо. Но в целом, конечно, самые ходовые товары это яйцо, простое столовое яйцо, которое обязательно должно быть отсортировано по весу, точно так же, как на промышленном, здесь крупное, мелкое, среднее. Не важно, что оно мелкое, можно продавать и мелкое, и можно объяснять это правильно, что наша птичка, например, она мелкая, она домашняя, но она ест не вот эти промышленные корма, она ест травку, поэтому у нее конверсия корма, она получается выше, а яйцо получается меньше, но это не значит, что оно невкусное, может быть, наоборот, оно вкуснее. Главное, чтобы в одной пачке, например, с яйцом не было три калибра, крупное, среднее и мелкое. Либо все крупные, либо средние, либо мелкие, тоже введет такую систему градации. То же самое, что касается цвета желтка, или же цвета скорлупы. Это то же самое, нужно тоже как-то их разделять. Почему? И объяснять, почему оно такое. То есть я маркетолог, я могу подсказать, как это сделать, как общий совет. С бройлерами та же самая тема, ведь в принципе можно выращивать курочку, как бы мясо яичное, есть такие породы, есть мясные яичные, есть мясо яичное, которые или дают яйцо, или же петушков, например, петушки куда-то вылипываются, у тебя курочки, петушки, курочки ты оставляешь на несушек, а петушков ты докармливаешь и продаешь. Вот это тоже нужно объяснять, что наша курочка, она настоящая деревенская, та самая, которая и яйцо, и курицу. Это промышленные бройлеры. Если ты продаешь бройлеры, ты должен четко сказать, да, эта порода такая же, но она пасется у меня на нормальных кормах, у меня не в промышленных, в промышленном птичнике, да, вот прям выпас на улице. Еще вот это, вот я хочу этим закончить, в конце, одним советом таким. То же самое, наверное, по утке, по гусю, но другое дело, что утка еще более или менее может считаться продуктом ежедневного потребления, ну или же периодического в течение года. Главное оторвать концепцию, если это можно, оторвать концепцию от сезонности. Хотя, в случае с гусем, например, я знаю фермера, который специально откармливает гусей, потом он их коптит, и как хамон в Испании, он хранит их до Нового года в подвале, для того, чтобы на Новый год уже вот его подкопченым, или же они делают консервированного гуся, да, в огромных трехлитровых банках уже нарубленных. Фантастический вкус, фантастический продукт. здесь уже креатив может реализован быть в любом совершенно формате. Так вот, я хочу, я так понимаю, у нас времени подходит к отцу, завершить только одним большим пожеланием. Коллеги, фермеры, пожалуйста, у меня искреннее к вам обращение, мы все от этого страдаем, и вы пострадаете, в том числе, прежде всего, потому что вас могут ликвидировать или изъять ваши стада. строжайший контроль биобезопасности на фермах птицеводческих, на свиноводческих фермах. Если вы услышали, что у кого-то какой-то падеж соседний, у соседей, немедленно оповещайте, поговорите, конечно, с соседом, чтобы у вас потом, конечно, не таил на вас зла, но нужно оповещать местные органы Росельхознадзора, чем быстрее, тем лучше. Почему? Потому что вы обезопасите тем самым себя. Если будет вспышка в личном подсобном хозяйстве, по соседству с вами или в соседней деревне, которую вы пропустите, Росельхознадзор имеет право приехать, изъять полностью все ваше поголовье, заплатить вам какие-то денежки, но извините меня, сколько вы его будете восстанавливать? Понимаете? Есть высокопротогенные штаммы гриппов, тиц, которые могут передаваться людям. Я, честно говоря, у нас в России таких случаев не помню, чтобы у нас люди как-то серьезно болели от этого. Последний случай озвученный Росельхознадзором о том, что выделили там следы РНК, ДНК. На самом деле любой вирус можно найти на человека, который общается с птицей, обслуживает ее. Так вот, самое главное это держать, к сожалению, вот в этом сезоне и во многих других сезонах, вынуждено держать поголовье внутри, в закрытых помещениях, не давать птице выходить, потому что так называемая синантропная птица, я уже не говорю про перелетную, а синантропную, то есть та птица, которая окружает нас и живет вместе с нами, это вороны, галки, воробьи, синицы, голуби, да, вся вот эта, вот эта вот пернатая стая, она переносит и низкопатогенные, и высокопатогенные, и болезнь не указана, и это мгновенно может попасть на вашу, даже на закрытую территорию, потому что вы понимаете, что у летающей птицы простите, помет, да, он падает с неба, он может с любой точки на другую точку перенестись, более того, грызуны, которые живут вокруг, а эти пометы, этот помет могут занести и в само помещение, поэтому максимальная осторожность, постараться держать птицу в закрытых помещениях, безусловно, перед самим помещением дезинфекционные коврики, то есть и очень внимательно следить за падежом, или же за тем, как птица себя ведет, если она чуточку захворала, лучше вызвать ветеринара, еще раз повторю, это не, это прежде всего безопасность вашего бизнеса, если это бизнес, это безопасность вашей птицы, это гарантия того, что вы выживаете и будете дальше продолжать работу. Спасибо вам большое, Вер. Пожалуйста, Инга. Да, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...